саламу алейкум здравствуйте еще раз дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по арабскому языку по учебнику мабда ул киро и сегодня мы с вами иншалла пройдем третий урок третьей части этого учебника вот здесь написано аддар сусс алифу то есть третий урок тема или название нашего урока ибо туль хирсы то есть итог или результат алчности или жадности как всегда к этому уроку есть подготовительные слова я их в ордовском документе приготовил чуть позже покажу пока прочитаю слова переведу а потом прочитаю текст и также его переведу иншаллах и так первое у нас слово сахмун сахмун это стрела джурхун джурхун ранение боли гун боли гун сильный или глубокий хана кун хана кун бешенство или сильный гнев бурхат ун бурхат ун короткий промежуток времени по арофарахан по арофарахан то есть взлетел от радости или прыгнул от счастья как мы говорим на бун на бун клык клык ватарун ватарун это тетива сиятун сиятун это один из боков лука халкун халкун это горло теперь это же слова в ордовском документе сахмун стрела джурхун ранение боли гун сильный или глубокий хана кун бешенство бурхат ун короткий промежуток времени по арофарахан взлетел от радости на бун клык ватарун тетива сиятун один из боков лука халкун горло теперь что касается текста дословный перевод рассказывается но мы но мы переведем рассказывают что однажды слова однажды нет но я сам давай добавил рассказывает что однажды один охотник хороджа яуман вот хороджа яуман в один из дней а можно перевести однажды получается рассказывают что однажды охотник хороджа сходил или вышел или пошел или роботин в лес лесой ды чтобы поохотиться ва ма аху и взял с собой а у суху свой лук ва сихам уху и свои стрелы сихам а слова сахмун рассказывают что в один из дней охотник пошел в лес чтобы поохотиться и взял с собой свой лук и стрелы фалам юджа виз гайра ба аидин хатта роа вобьян джа ваза юджа визу проходить то есть он не прошелся так далеко как увидел оленя то есть он далеко не ушел и увидел уже оленя ему повезло фаромаху бисахмин факота лаху фимакане и и выпустил на него на оленя стрелу и убил его прям на месте фасурра сайя дуби велика суруран азиман ва хамалаху вата ваджжа и ля корриятихи и обрадовался охотник этому суруран азиман то есть великой радостью или скажем очень сильно обрадовался и взял оленя и пошел свою деревню ва фима хуа фи васаты тарики из абсара хинзиран барриян мукубилан алейхи ва фима хуа то есть в то время когда он фи васаты тарики он был в середине пути то есть он в середину того расстояния которое было до его деревни он прошел и внезапно он увидел хинзиран барриян это дословно есть перевести дикую свинью одним словом кабана он увидел в середине пути кабана который мукубилан алейхи шел прям на него тогда он спустил оленя на землю положил оленя на землю ва савваба алейхи каусаху ва ромаху бисахмин фа нафаза фиихи ва жарохаху журхан балиган и тогда он направил савваба направил на него то есть на кабана каусаху свой лук ва ромаху бисахмин и выпустил на него стрелу стрелу фа нафаза фиихи стрела вошла в него в кабана то есть попал он получается ва жарохаху журхан балиган и поранила стрела его кабана журхан балиган то есть глубоким глубоким ранением то есть стрела сделала ему глубокую рану фа хаджама алейхи лхинзиру би гайзин ва ханакин за идейни ва дараба ху би аниябихи дарбатан а тарат мин ядихи лкавса ва ва кааа маййтайни но кабан сразу не умир он шо сделал фа хаджама алейхи напал кабан на него на охотника от хинзир кабан кабан напал на него би гайзин с гневом ва ханакин и бешенцем то есть сильным гневом за идейни добавленным то есть вдвойне так сказать он вдвойне разозлился кабан на то что он охотник попал ему попал стрелой ва дарабаху и кабан ударил охотника своими клыками дарбатан таким ударом что кабан заставил дословный перевод заставил взлететь с рук охотника лука то есть он кабан ударил так что лук улетел улетел с рук охотника и они оба упали мертвыми то есть кабан ударил и сам упал умер и охотник тоже тут же умер получается уже три мертвеца олен грубо говоря кабан и охотник и после короткого промежутка времени пришел волк в это место и прям прыгнул от счастья от того и сказал этот мужчина олен и кабан будут для меня пищей вот ли для меня пищей для меня в течении месяца или еще больше то есть месяц могу я не охотиться или там полтора месяца можно и не охотиться можно расслабиться поесть вот этих мертвецов и он увидел лук и увидел стрелу тетиву точнее и сказал а сегодня я поем эту тетиву немного оставшуюся оставшуюся часть оставлю на завтра и на потом тетива раньше как бы делали может и сейчас делают из кишка животного поэтому он увидел эту кишку так сказать он решил сегодня поем половину так сказать эту тетиву зумма иннаху ахаза якта ул ватара фа а ладжаху хатта кота аху затем он начал грызть до основный перевод резать но мы скажем грызть эту тетиву и а ладжаху начал жевать и смог в общем отрезать то есть откусил и когда тетива так сказать разорвалась взлетел один бок одна сторона лука лук он изогнутый получается и он грубо говоря когда откусил получается один бок лука взлетел и ударил вот этот бок одна сторона лука ударила волка по его горлу и волк упал так же и умер вот это и есть акибат ул хирс вот это есть итог или результат жадности или алчности надеюсь что здесь все было понятно если что-то было непонятно или какие то у вас вопросы будут спрашивайте в комментариях с удовольствием вам отвечу спасибо всем за внимание подписывайтесь пожалуйста на мой youtube канал ставьте лайки всем доброго здоровья до новых встреч ассаляму алейкум спасибо